Дружина твоя князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Добрый день, дорогие друзья! С вами программа «Эх, времена» в студии Михаил Лицарев, доцент кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета. И сегодня у меня в гостях руководитель творческого объединения «Джазвятка», лидер группы «Эльтанго», а также мой товарищ, друг и, скажем так, сопартиец по литературному клубу «Борода» Николай Донецким. Здравствуйте, дорогие друзья! Да, и сегодня у нас тема на самом деле такая своеобразная. Когда я ее выбирал, редактор Ольга Болезина, она прямо так, «Миша, зачем ты берешь? Вот как ты будешь брать эту тему? О чем ты вообще намерен говорить?» Я говорю, Оль, вообще я считаю, что необходимо взять тему культуры Кировской области. Взять тему культуры Кировской области просто даже по той причине, что искусство, культура – это вещь вечная. Она реально вечная. Мы с вами проживаем, мы проживаем свою жизнь, мы исчезаем, но вот что остается – это культура. И именно авторы, люди, которые проживают, скажем так, не на дне океана, а вот в среде этой культурной, именно они формируют то, собственно, что у нас сейчас есть. И вы знаете, относительно недавно, если мне память не изменяет итальянский автор литературный, он как-то утверждал, что сейчас вообще можно с уверенностью говорить, гении всегда в достатке, они всегда есть. Но станут они гениями или просто останутся, скажем так, вечно перспективными, как Александр Кокорин в свои почти 30 сгаком лет, зависит в первую очередь от общества, от того, больно общество или не больно. То есть при здоровом обществе, при здоровом и нормальном, адекватном, правильном семейном воспитании человек раскрывается как гений. Он раскрывается в первую очередь как личность, потом уже как гений. И, понимаете, сейчас у нас культура в действительности на сломе. Вот я проживаю в доме на центральной улице, улице Ленина, и вот каждый вечер, да, ладно, вечер и днём ребята с опущенными окнами, которые там где-то там что-то себе установили, динамики, сабвуферы, усилители звука, едут и слушают Моргенштерна какого-нибудь. Или условного Элджея. Вы знаете, я когда это слышу, я впервые, когда вообще услышал Моргенштерн, я думаю, боже, что-то вот такое, надо бы хоть узнать, хоть что-то за такие веяния моды-то у молодёжи. Я, значит, зашёл на Ютуб, включил, посмотрел два ролика. Честно, я сидел, у меня, знаете, чуть борода моя не осыпалась. Кто на таком будет расти? У меня в жизни было всякое. У меня была Сепультура, у меня был Мановар, у меня был Хэллоуин, Васп. Много чего у меня в жизни было. Много волосатых всяких металистов и рокеров. Но, понимаете, Моргенштерн? Да ладно, чё, серьёзно? Вот, Коль, ты слышал Моргенштерна? Да, я слышал, у меня есть разнообразный опыт, грубо говоря, общения и прослушивания, и в том числе вживую большого количества современных рэп-исполнителей и представителей массовой поп-культуры или массовой субкультуры. И вообще, на самом деле, Миш, мы уже с тобой немножко выросли из всей этой штуки. Абсолютно точно. Вот совсем выросли. Причём довольно сильно выросли. Я сейчас общаюсь очень часто и плотно со своими племянниками, которым от 10 до 14 лет. И, ну, естественно, они сейчас потребляют эту массовую культуру в полном объёме, и Моргенштерн для них главный герой. Тут, понимаешь, массовая культура, она всегда была, независимо от того. И всегда более старшее поколение говорило, ой, что это вы тут слушаете-то всякую ерунду, давайте-ка вот лучше чего-нибудь хорошее. Только качеством она отличалась. А ты знаешь, массовая культура, с точки зрения качества продукта, если мы говорим как о масс-маркете, то качество продукта сейчас неизмеримо выше, чем, допустим, в 90-х или в начале 2000-х. Ну, я, например, могу... Я не говорю про содержание этого продукта. Содержание очень спорное, крайне спорное. И иногда полная ахинея и, в общем, несусветная чушь. У нас было советское прошлое, когда эстрада... В советском прошлом, да. Я с тобой согласен, когда государство следило за всем, и музыку писали профессиональные композиторы. Да. Естественно. Вообще профессионалы, в целом, так скажем. В целом профессионалы, да. Но было огромное количество вокально-инструментальных ансамблей, качество музыки которых, в общем-то, оставляло желать лучшего. В лучшем случае это был плагиат чего-то западного. Это в лучшем случае. И это, кстати, довольно даже местами очень фирмово звучало. А иногда это были самодельные песни, которые, в общем-то... Ну, разумеется, их никто сейчас не вспомнит. Большинство этих песен. Ну, массовая культура, плохая или хорошая, она всегда была. И плохая музыка всегда была. И она, вот как это ни парадоксально, она должна быть, потому что... Конечно, без плохого нет хорошего. Да, это однозначно, это закон, собственно. Да, и просто вот мы эту тему стали брать вот именно... И это будет цикл, дорогие друзья. Мы будем затрагивать вот именно в исторической такой вот парадигме. Мы будем брать культуру Кировской области. Потому что, на мой взгляд, это необходимо. А в условиях современного мира, когда многие даже наши кировчане, ветчане, кому как будет удобно и кому как хочется, они ходят и, допустим, говорят, а какая у нас тут культура? А культуры-то нет. Ну, так, дорогие друзья, давайте-ка, собственно, как раз и поговорим о культуре. И начинаем мы с музыки. Начинаем мы с музыки. И мне сразу же хотелось бы сказать вот о чем. Мне хотелось бы сказать о первой самой музыкальной школе. В данном случае я выражаю благодарственное слово Коряковцевой, которая как раз писала достаточно объемную статью на сей счет. Но мы с вами так вот шапочно просто поговорим об этом. И начнем с того, что в последних числах марта 1896 года в уездный город Котельнич приехала питерская музыкантша Мартынова. В те дни обычно тихий, спокойный уездный центр был многолюден. Здесь как раз бурлила Алексеевская ярмарка. И во время прогулки в веселой суете вот этого вот торга, вот этих вот всех этих товароденежных отношений конца 19 века. Внимание как раз Мартыновой привлекли необычные, сделанные местными умельцами две вязкие балалайки. Вязкие балалайки. С треугольным кузовом и круглым вот этим центром, так скажем. Недолго думая, она совершает покупку, и эти инструменты вместе с ней отправляются обратно по месту, скажем так, назначения в город Петербург. Вскоре они оказались в руках руководителя известного в России кружка балалайщников Василия Васильевича Андреева. И оказалось, что у вязкой балалайки с круглым корпусом давняя история. Много веков назад она носила другое имя, и называлась русская домра. С X до и до середины XVII века этот инструмент был широко распространен в народе, и особенно ярко звучал в руках скоморохов. Вот эти вот, которые у нас придворные, так скажем, да. Звонкими струнами домры восхищались в царских палатах и на людском гулянии. В 1648 году царь Алексей Михайлович запретил скоморошество. То есть все, домры ушли. Началась настоящая война за чистоту нравов. Инструменты уничтожали, музыкантов наказывали и изгоняли. И вот, пытаясь сохранить традиции, какое-то время в удаленных от центра местах эти инструменты все-таки еще звучали. Мы с вами знаем, по примеру, старообрядничество, да, и Никонян, как вот можно уйти куда-то там в глушь и там все продвигать. Вот тут оно точно так же и продвигалось, так скажем. То есть в наших-то углах эти инструменты звучали, были слышны частушки, песни и различные наигрыши. Но в конечном итоге подчинение царскому запрету все же состоялось. Проходит более двух веков. В конце XIX века в России почитается и развивается литература, искусство и музыка. Возникают литературные кружки и сообщество композиторов. Создаются новые музыкальные коллективы. В 1898 году в Петербурге по инициативе Андреева появляется Великорусский оркестр народных инструментов. Его создание стало возможным благодаря той самой найденной в Котельниче круглой вятской балалайке, по образцу которой были сделаны все инструменты ведущей группы оркестра. То есть, понимаете, оркестр в Петербурге, который носит, собственно, такое вот достаточно громкое название Великорусский оркестр народных инструментов, за свой базис, так скажем, взял нашу вятскую балалайку, купленное на Алексеевской ярмарке в городе Котельниче. Понимаете? Вскоре, по примеру Великорусского, в России появляется множество коллективов. В 1918 году создается струнный оркестр в городе Котельниче как раз. Его руководитель Алексей Анисифорович Григорьев, ученик Андреева как раз того самого, привозит в город реконструированную домру. И вот появление домры в других городах Вятского края происходит постепенно, но доподлинно известно, что в 20-30-е годы 20-го века домра звучала в Амутнинске, в Вятских полянах, Слободском, Налинске, Котельниче и Вятке. В народных домах, школах, клубах, домах самодеятельности, домах пионеров. Собственно, один за другим появляются имевшие успех струнные оркестры. И в каждом таком коллективе было по два, то и по три состава исполнителей. Здесь были все и мальчики, и девочки. Они учились играть, собственно, на этих домрах. Постигали основы ансамбля, становились участниками основного состава оркестра. И вот наряду с самодеятельными оркестрами научиться игре на струнных инструментах можно было и в единственной Вятке музыкальной школе, которая, в отличие от кружков, давала классическое музыкальное образование. Многие ребятишки стремились поступить в эту школу, играть в оркестре, учиться у замечательных педагогов первой, так скажем, пролетарской музыкальной. Так было всегда почти девять десятков лет, что отделяют нас вот от этого далекого 1919 года, когда школа как раз и открылась. У этой первой музыкальной интересная судьба, богатая история. В ней были известные сохранившиеся страницы прошлого и еще не написанные, так скажем, главы о чем-то будущем. Вот это вот такая вот история интересная, как наша вязкая балалайка уезжает в Петербург, потом возвращается обратно, скажем так, как это на украинском языке, на Батькивщину, да, приезжает собственно на родину, и тут бабахает вот прям оркестр, и идут вот эти вот кружки самодеятельности. Коль, ты ведь у нас окончил по образованию как раз... Я окончил народное отделение, тогда еще это называлось Кировское училище искусств, только потом его переименовали в Колледж музыкального искусства имени Казенина, о котором мы, кстати, тоже сегодня поговорим. Это огромная величина в музыке, не только в Вятской, но и в Российской. И как раз четыре года своей жизни я посвятил игре, правда, на треугольной балалайке, секунде, в оркестре народных инструментов. И, кстати, на самом деле, крайне интересная история про все-таки вятскую домру. Это правда, в большинстве регионов России, где она была распространена, все домры практически полностью были уничтожены. И, собственно говоря, возродились они благодаря случайной находке, как ты правильно сказал, в Котельниче. Одну домру нашел мастер на чердаке старого деревенского дома, старой избы, и воссоздал по образу и подобию домры. И только потом они уже попали в руки первого руководителя, идейного вдохновителя вообще всего, возрождение народной музыки. И из них спроецировали несколько типов инструментов. То есть инструментов, как правильно сказать, например, если сравнить с симфоническим оркестром, то домры — это как скрипки в симфоническом оркестре. То есть они выполняют ту же самую функцию. И они делятся на малые домры, то есть это как первые скрипки. Делятся на домры альт — это как альты. Делятся на домру бас — это как виолончель. И иногда бывает домры... Точнее, партию контрабасов выполняют, как правило, балалайки контрабаса. Они тоже есть нескольких видов. Вот балалайки, наверное, можно сравнить с валторными в симфоническом оркестре. Вообще, слава Андрееву за то, что он, собственно, создал такой тип оркестра русских народных инструментов. Это действительно явление очень уникальное. И неимоверная гордость, что отчасти благодаря нашему краю. А вот мы так переходим уже плавно как раз прямо к персоналям, так скажем, к личностям. К личностям. Я защищал диссертацию в Удмуртском государственном университете. Когда в Ижевск туда едешь, пересекаешь границу Кировской области и Республики Удмуртия, там здоровенный такой билборд «Добро пожаловать на родину великого удмуртского композитора Петра Ильича Чайковского». Вот, ну, как бы, понимаете, вот он стал удмуртским. Но, конечно же, мы не можем не сказать о Петре Ильиче, потому что Чайковский, конечно же, фигура. Он родился 25 апреля 1840-го и умер 25 октября 1893-го года. Родился он в городе Воткинске, Вятской губернии, где, собственно, и жил до 1848-го. Первой учительницей музыки у будущего композитора была уроженка Уржумского уезда Вятской губернии Пальчикова-Логинова. Сам Петр Ильич с 1850-го по 1859-е годы учился в Императорском училище правоведения. По окончании в 19 лет получил титул, прошу прощения, чин титулярного советника и отправился на службу в Министерство юстиции. Впервые же за границей он побывал, как раз будучи чиновником. Он сопровождал в качестве переводчика приятеля отца в деловой поездке. Петербургскую же консерваторию молодой юрист закончил лишь 6 лет спустя. Также стоит сказать, что Петр Ильич читал о нравах перепончатокрылых. В библиотеке композитора, согласно посмертной описи имущества, значилось 1239 книг и нотных изданий. Среди книг и Библия на французском, изданная в 1736 году, и труд лабока, муравьи, пчелы, осы, наблюдения над нравами общежительных перепончатокрылых, а также звездный атлас для небесных наблюдений и популярный справочник о разновидностях грибов. А вот на итальянском томе сочинений Еврипида рукой Чайковского было написано «Украдено из библиотеки Палацца Дожей в Венеции 3 декабря 1877 года Петром Че, надворным советником и профессором консерватории». Ничто человеческое нам не чужо. Конечно, да. Также стоит сказать, что Петр Ильич, собственно, в процессе его творческого уничтожил две оперы. Первая опера, которую Чайковский уничтожил, это была опера «Воевода». И вторая — это «Ундина», которую он уничтожил в 1873 году. Также Петр Ильич открывал «Карнеги-холл», подрабатывал журналистом даже. А вот умер Петр Ильич от стакана воды. 16 октября 1893 года в Петербурге, собственно, Чайковский дирижировал первым исполнением своей шестой симфонии, а вечером 20 октября в полном здравии заглянул в элитный ресторан Лейнера на углу Невского проспекта и набережной Мойки, где, собственно, пробыл примерно до двух часов ночи. Там, собственно, композитор выпил стакан воды, которая оказалась некипяченой. И утром 21-го года ему стало плохо, вызвали врача, диагноз поставили холера. И в три часа ночи 25 октября Петр Ильич скончался неожиданно и безвременно в квартире своего брата Модеста в доме номер 13 на Малой морской улице. А вот это то, что касается Петра Ильича. Еще одна невероятно известная личность – это, конечно же, Шаляпин Федор Иванович. Родился 1 февраля 1873 года, умер 12 апреля 1938 года. Я думаю, что о Шаляпине рассказывать не нужно. Родился, хотя он сам и в Казани, его родители были выходцами из вятских крестьян. Став композитором, он подарил библиотеку односельчанам отца, которого навестил незадолго до кончины на его родине, а сам себя всегда называл «вятским мужиком». Предки Шаляпина носили фамилию Шелепины. Со временем она трансформировалась в известную всем нам форму. В детстве, кстати, Шаляпин учился на сапожника, а когда Федору было 9 лет, он впервые услышал хоровое пение в церкви. После этого как раз это все дело на него произвело впечатление, и он записался в хор, где стал, скажем так, обучаться азам. Впервые же Шаляпин заинтересовался искусством, когда ему было 26 лет. Именно тогда он вступил в драматическую труппу в роли рядового статиста. Уже спустя год, всего в 17 лет, он исполнил одну из партий в опере «Евгений Онегин», поставленной Чайковским. Однажды, еще на заре оперной карьеры, Шаляпин на сцене промахнулся, кстати, мимо стула, и неловко сел прямо на пол. С тех пор он всю жизнь внимательно смотрел, куда садиться. На протяжении года Шаляпин жил в Тбилиси, где учил пению знаменитый тогда певец Дмитрий Усатов. И учитель давал ему уроки бесплатно, так как у Федора не было денег, чтобы заплатить за обучение. Также Шаляпин очень тяжеловато встретил Октябрьскую революцию, потому что его дом был экспроприирован. В том числе был экспроприирован и автомобиль, и большая часть его сбережений. В итоге, в 1922 году оперный певец навсегда покидает родину и перебирается во Францию вместе со своей второй женой. За то, что Федор Шаляпин пожертвовал деньги, вырученные за один из его концертов детям белогвардейских иммигрантов, советская власть лишила его звания народного артиста и запретила когда-либо возвращаться на родину. Гастроли, как мы знаем, у Шаляпина были вообще по всему миру. И одним из увлечений Шаляпина было коллекционирование оружия, в основном раритетного. А также, собственно, у него был такой казус, еще в молодости, во время выступления, он запутался в пышной мантии и рухнул на сцену. Зрители так сильно смеялись, что концерт фактически пришлось приостановить. Лев Николаевич Толстой, прослушав несколько народных песен в исполнении Федора Шаляпина, сказал, что тот поет чересчур громко. То есть был даже такой случай. Умер же певец в Париже, и лишь спустя 46 лет стараниями его сына прах Федора Шаляпина был возвращен в СССР и перезахоронен. А вот у нас, я, Коль, насколько знаю, у нас в планах так-то еще много чего рассказать. Да, совершенно верно. И вот об этом, дорогие друзья, о том, что мы расскажем еще вам, мы поговорим после рекламной паузы. А сейчас прервемся ненадолго и скоро услышимся вновь. Итак, дорогие друзья, это вновь мы, Михаил Ильцарев и Николай Донецкий. Программа «Эх, времена». И напомню, мы говорим о истории музыки в Кировской области, в городе Кирове, да, вот в нашем регионе. И мы поговорили о первой музыкальной школе, мы поговорили о Чайковском, о Шаляпине. Коль, а кто у нас еще? Однозначно одна из огромных величин. Человек, который сыграл, ну, наверное, одну из самых важных ролей в формировании профессионального музыкального искусства Кировской области. И человек, чьим именем сегодня называется главное музыкальное учебное заведение нашего города и области, Кировский колледж музыкального искусства, это, конечно же, Косенин Игорь Викентьевич. Он родился в 1909 году и после уехал в Санкт-Петербург, в Ленинград все-таки уже, да. Окончил Ленинградскую консерваторию, был прекрасным пианистом. И, вернувшись в Киров, он стал директором Кировского музыкального училища. А также он был руководителем концертного эстрадного бюро в Кирове. У него была довольно длинная история. После он возглавлял Свердловский театр музыкальной комедии, Куйбышевский театр оперы и балета. Ну и за свои выдающиеся заслуги наш колледж музыкального искусства назван в честь его имени. То есть тот, который ты и заканчивал. Да, совершенно верно. Его сын Владислав Игоревич Казенин продолжил, фактически продолжил путь отца. И в течение долгих лет, начиная с 90-х годов, он возглавлял Союз композиторов России. Это достаточно серьезная должность, и очень приятно, что этот человек родом из нашего города. И вообще, мы сейчас поговорили о каких-то довольно глобальных вещах, которые нас с тобой мало затронули, ну, в силу нашей относительной молодости. Но мне бы хотелось поговорить о вещах, которые конкретно меня очень затронули, и про события, в центре которых я находился, начиная, ну, фактически с 2000-го года, даже скорее немножко раньше, когда я еще учился в ансамбле гитаристов «Лира». Да, с 96-го года я занимался в этом ансамбле. Был у нас такой выдающийся, на мой взгляд, коллектив и гитарная школа, которая вырастила несколько знаменитых артистов. Ну, наверное, в данный момент одна из мировых звезд классической гитары — это Григорий Новиков, наш кировский музыкант. Мы вместе с ним учились в школе-студии, а сейчас человек, у которого график расписан на два года вперед. Он директор гитарного, крупного гитарного фестиваля, который, кстати, базируется в нашем городе, проходит уже несколько лет. Ну, и Григорий объехал весь мир с концертами классической музыки, великолепно исполняет их на классической гитаре. Это действительно еще одна знаковая величина не только для нашего города, но вообще для всей гитарной музыки, для всего гитарного мира. Вот, я очень горжусь тем, что мы учились вместе и поддерживаем дружеские отношения до сих пор, общаемся. Как я уже и говорил, я закончил народное отделение, хотя я занимаюсь в большей степени джазовой музыкой, эстрадной джазовой музыкой. Эстрадное отделение — вообще история эстрадной джазовой музыки, профессиональное обучение началось в 1977 году. В училище искусств открылось целое отделение, которое было посвящено инструментам эстрадного оркестра. Из тех людей, кто, в общем, стоял у истоков, я лично знал нескольких музыкантов. Например, Владимир Николаевич Шарумов. Потрясающий фанат джазовой гитары. Я бы его еще назвал другом студентов, потому что он действительно очень многим студентам, в том числе и мне. Очень сильно помогал и в жизни, и в музыке. Вот на таких людях действительно держалось, да и держится на самом деле музыкальное образование, потому что это действительно фанат своего дела. Чуть позже на эстрадном отделении возник первый эстрадный оркестр, биг-бенд ученический. Ну, на самом деле, это был не первый биг-бенд, но как образовательная единица, он действительно был, это было впервые, руководил им Фегин, потрясающий музыкант. Он руководил оркестром до 2001 года, а затем до 2005 года руководил Варилий Иванович Котенко, тоже замечательный тромбонист, которого я застал. И когда я учился, он преподавал активно в училище искусств, и сам играл. То есть прекрасный музыкант. Постепенно, с течением времени, в Кирове стали появляться, как это правильно назвать, не образовательные, а профессиональные коллективы. И, в общем, я их тоже относительно застал. То есть очень хочется вспомнить, во-первых, «Вятка джаз-бенд». Игорь Серебренников им руководил. Довольно знаковый для Кирова коллектив, который гремел, наверное, целые десятилетия. Я даже помню их. На сценах, да. И, конечно же, огромный вклад вообще в кировскую джазовую музыку оказал мой старший товарищ Владимир Николаевич Ноговицын. У него на базе ДК «Родина» был «Авиабенд». Настоящий джазовый коллектив, который исполнял прекрасную музыку в отличных аранжировках. Это был действительно знаковый коллектив для города. К сожалению, его история закончилась. Но, опять же, благодаря совсем юному поколению музыкантов этот оркестр, не совсем этот, но в другом виде, но с тем же самым смыслом, он возродился 4 года назад и стал называться «Джаз-вятка биг-бенд», а сейчас он называется «Биг-шоу-бенд». И также ими руководит Владимир Николаевич Ноговицын. И долгих ему лет, здоровья, творческих успехов и коллективу тоже я бы хотел пожелать огромных творческих побед. Надеюсь, что они скоро вновь выйдут на сцену после этого злосчастного карантина, который всех остановил. Слушай, Коля, а у нас есть вот «Вятка биг-бенд», я надеюсь, я правильно сказал. А есть также у нас и академический, как это будет правильно, не ансамбль? У нас есть симфонический оркестр имени Валерия Раевского. Если по иерархии, наверное, все-таки это самый главный музыкальный коллектив нашего города. Конечно, наряду с Вятским оркестром народных инструментов. Действительно, у нас есть два оркестра. Хотелось, чтобы их было государственных три, чтобы все-таки «Биг-бенд» тоже стал государственным. Как во многих, кстати, других регионах, есть губернанские оркестры и государственные оркестры. Потому что, ну, действительно, по-другому практически невозможно продвигать эту культуру, она довольно важная. Конечно, безусловно. Она довольно важная. Эстрадно-джазовая музыка, все-таки она сопровождает всю нашу жизнь, и она должна развиваться. Тем более, что мы живем, опять же, в такое время, когда ты смотришь на афиши, ты смотришь, что где, кто когда выступает. На самом деле, наша кировская филармония, это, безусловно, прекрасное место. Костел. Я вот, например, обожаю органы, я обожаю баха. Я просто вот до мурашек, до слез, до всего чего угодно. Я, на самом деле, очень эмоциональный, очень эмоциональный. Очень нежный, я бы даже так сказал. Вот. И, конечно же, это... Кто вот у нас сейчас вот на данный момент из джазовых, эстрадно-джазовых коллективов, кроме, конечно же, Эль Танго, у нас есть комната 60. Это все же... Ну да, это правильно, это эстрадно-джазовое направление. Комната 60, но ребята уже их с трудом можно назвать нашими, потому что они все-таки переехали... Все поразъезжались. ...в Санкт-Петербург, да, и базируются там. Кстати, вот прямо сейчас, в эти выходные, они выступают на одном из крупнейших блюзовых фестивалей нашей страны, Суздальблюзфест. Кроме группы Эль Танго, очень хочется отметить Станислава Геннадьевича Хусаинова, прекрасного педагога, бенд-лидера. У него уже около десятилетия существует ансамбль «Джаз Мансард». Называется и честь хвала то, что он продвигает в том числе авторскую музыку. Это важно. Ну и вообще хотелось бы сказать, что в 99-2000 году в Кировской эстрадной джазовой музыке совершился перелом. У нас открылся первый джаз-клуб благодаря стараниям Вячеслава Братухина и всей компании, которая стояла у истоков. Это Дмитрий Лукьянов, Александр Шардаков, прекрасный барабанщик, Эдуард Смигельский, саксофонист. Я могу честно сказать, что я профессионально вырос на концертах этих людей и профессионально состоялся именно в первом джаз-клубе, и слава богу, что вся эта история длится до сих пор. То, что у нас есть площадки, на которых можно услышать и поиграть эту музыку. Спасибо, друзья, что вы ходите на концерты и помогаете продвигать это искусство. А мне хотелось бы закончить словами того же самого Петра Ильича Чайковского. Как-то в письме Надежде фон Мек в 1878 году он написал «Как бы я ни наслаждался Италией, какое бы благотворное влияние ни оказывала она теперь на меня, а все-таки я остаюсь и навеки останусь верен России. Я не встречал человека, более меня влюбленного в Матушку Русь вообще, и в ее великорусские части в особенности. Напрасно я пытался бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами русского народа. Качества эти, конечно, есть, но влюбленный человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими добродетелями. Он любит потому, что такова его натура, потому что он не может не любить. А вот почему меня глубоко возмущают те господа, которые готовы умирать с голоду в каком-нибудь уголку Парижа, которые с каким-то сладострастием ругают все русское и могут, не испытывая ни малейшего сожаления прожить всю жизнь за границей на том основании, что в России удобств и комфорта меньше. Люди эти ненавистны мне. Они топчут в грязи то, что для меня несказанно дорого и свято. Дорогие друзья, спасибо большое, что оставались с нами. Напомню, в студии был Михаил Лицарев, Николай Донецкий. Программа «Эх времена». Всего вам доброго. До свидания. Эх времена.